Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Спасибо за блестящие доклады. И позвольте представить вашему вниманию клинический случай. Прошу позвольте обратить ваше внимание, что это именно тот случай, который мы совместно обсуждали с нашими коллегами. Итак, пациентка 29 лет. Анамнезоболевание начинается в августе прошлого года, когда через 3 недели после родов появились кровотечения из половых путей. Выполнена правосторонняя сальпинга-аднексектомия по поводу перекрута маточной трубы. И при дальнейшем дообследовании выявлено повышенное число бета-ХГЧ и множественные метастазы в легких. Дальше, по данным гистологического анализа, выявлены единичные клетки гиплопластического эндометрия. И мы начали первую линию химиотерапии по схеме ИМАКО. Однако, лечение осложнилось аллергической реакцией в виде бронхоспазма на введение этапозида. И перед нами стал вопрос, что же делать дальше. Заменить этапозид на другой препарат, продолжить химиотерапию без этапозида или перейти на другой этап лечения. Мы продолжили химиотерапию без этапозида. Суммарно выполнено 5 циклов химиотерапии. По данным контрольного обследования, отмечалась стабилизация очагов легких, за исключением одного единственного очага, который исчез в процессе лечения. Мы в процессе лечения еженедельно мониторировали уровень бета-ХГЧ, однако отмечено наступление плата по уровню хронического гонадотропина. И перед нами снова встал вопрос, что делать дальше. Перейти на вторую линию химиотерапии или продолжить первую линию химиотерапию. Мы решили перейти на вторую линию химиотерапии по схеме МАП без этапозида, монифицированная схема ЕМАИП. Проведен один цикл, однако в процессе лечения отмечен рост уровня маркера. И опять же встал перед нами вопрос, что делать дальше. Перейти на третью линию химиотерапии или понаблюдать пациентку некоторое время. Мы выполнены смену линий лекарственного лечения на режим ТПТЕ с введением препаратов токсанового ряда. Однако вновь отмечена аллергическая реакция на введение паклитоксела. И при обследовании пациентки данных за прогрессирование не отмечено. В легких сохранялись очаги в рамках стабилизации процесса. Мы проконсультировали пациентку с нашими зарубежными коллегами. Было рекомендовано выполнить биопсию имеющихся очагов легких и химиотерапию по схеме ЭП в эскалированных дозах. И мы начали химиотерапию на фоне премедикации и с поддержкой реаниматологов. Однако через 10 минут после введения препарата вновь отмечена аллергическая реакция третьей степени. Препарат дальше не вводился. Итак, что же делать дальше? Продолжить лекарственную терапию или перейти на хирургическое лечение? Пациентка была прооперирована. Прошу прощения. Мы перешли на третью линию химиотерапии по схеме МАПЭ с интенсификацией дозы дактиномицина и метатриксата. Лечение сопровождалось выраженными побочными эффектами в виде стоматита третьей степени, рецидивирующих носовых кровотечений и остении третьей степени. Отмечена вновь плата по уровню бета-ХГЧ. Минимальные значения составляли 9,4. В дальнейшем перед нами встал вопрос, что делать дальше? Перейти на другой режим или прооперировать пациентку? Пациентка была прооперирована. Выполнена левосторонняя и правосторонняя метастазоктомия. По данным гистологического заключения отмечен тотальный некроз опухолевой ткани. Вопрос перед нами стоит сейчас остро, учитывая незавершенное системное лекарственное лечение. Что делать дальше при прогрессировании заболевания? В настоящее время пациентка находится под динамическим наблюдением. Маркер полностью нормализовался в настоящее время. Во-первых, поздравляю вас, поскольку это однозначно весьма и весьма непростой клинический случай. Могу ли я вас спросить, у вас есть доступ к препарату этапофоз? Не к этапозиду, а к этапофозу, да? У вас его нет, нет такого препарата. Вы знаете, были проблемы с производством этапофоза. И теперь, насколько я понимаю, в некоторых регионах мира его сложно найти. Есть проблемы с поставками. Я думаю, что следующий этап, возможно, иммунотерапия у этой женщины. Опять же, если она доступна, в частности, пембролизумаб, если он доступен. Если она рецидивирует, то это было бы интересно попробовать его. Но я надеюсь, что она не рецидивирует. Сколько месяцев сейчас она в ремиссии? Последняя операция выполнена две недели назад. То есть, весьма немного времени прошло. Я думаю, что тогда просто нужно подождать и понаблюдать. И резекция была в чистых границах, да? То есть, не было проблем с границами резекции, да? Тогда это замечательно, да? Я думаю, что просто нужно сесть и посмотреть. Возможно, вы ее излечили.